Биология 7 класс. Многообразие птиц. Страусовые объединяют самых крупных современных птиц, обитающих в открытых ландшафтах Африки, Южной Америки и Австралии. Летать эти птицы не могут, так как крылья у них редуцированы, контурные перья рассученные, не имеют крючочков и бородки не образуют сонкнутых опахал. Небольшая грудина лишена киля. Представители страусовых прекрасно бегают, развивая скорость до 70 км в час. Небольшая голова страусов высоко поднята на вытянутой шее, что позволяет им осматривать окрестности на большом расстоянии. Питаются они семенами, насекомыми, мелкими позвоночными. К этой группе относятся африканские страусы, американские нанду, австралийские эму, казуары, киви и другие. Всего 50 современных видов. Африканский страус – самая крупная современная птица, высотой до 3 метров и массой около 90 кг. Ноги двупалые. Гнездо на земле в ямке устраивает самец. Затем несколько самок откладывают в него по 7-8 яиц. В гнезде бывает до 50 яиц, каждая массой около 1,5 кг. Насиживают яйца самец ночью, а самки попеременно днем в течение 6-7 недель. В Южной Африке живут два вида нанду. В Австралии – эму и казуары. Они меньших размеров, чем африканский страус. Трехпалые. Самые мелкие страусовых птиц – киви, массой 2-3 кг, обитают в Новой Зеландии. Из-за сведения лесов и вырубки кустарников численность киви резко сократилась. Сейчас киви – национальная эмблема Новой Зеландии. Эта птица взята под охрану. Страусов разводят на фермах, получают от них мясо, яйца, перья. Пингвины включают 17 видов. По внешнему облику и чертам строения пингвины очень своеобразны. Все тело их равномерно покрыто перьями. Жесткие перья с расширенными уплощенными стержнями и небольшими опахалами плотно, черепицеобразно налегают друг на друга. Передние конечности видоизменены в крылья, ласты, ноги сдвинуты назад. По суше пингвины передвигаются в вертикальном положении. Этому способствует короткий хвост, на который птицы опираются. Пингвины, императорские, адели, золотоволосые и антарктические. Кормятся пингвины в море, добывая мелких рыб, моллюсков, ракообразных, прекрасно плавая и ныряя. Основными органами движения в воде служат крылья ласты, а ноги, имеющие перепонки, выполняют роль рулей. В воде проводят много времени. Даже окраска тела у пингвинов похожа на водных обитателей. Нижняя сторона светлая, верхняя темная. В воде могут развивать скорость до 30 км в час. Распространены только в южном полушарии, от тропиков до Антарктиды. Самый крупный в надотряде императорский пингвин, высотой около метра 20 сантиметров, массой около 45 килограммов. Он гнездится на льдах у берегов Антарктиды. При насиживании единственное яйцо помещает на лапы и прикрывает сверху складкой кожи. Типичные птицы включают большинство современных видов птиц. В основном это летающие птицы, поэтому у них хорошо выражено приспособление к полету. Особенности их строения и биологии описаны в общей характеристике класса птиц. Распространены они по всему земному шару. В России встречаются представители 18 систематических групп. Соколообразные, гусеобразные, совообразные, дятлообразные, воробьинообразные и другие. Всего 720 видов. Они принадлежат к различным экологическим группам. Давайте посмотрим. Под цифрой 1 это зяблик. Под цифрой 2 большая синица. Пестрый дятел. Обыкновенная пищуха. Серая цапля. Дрофа. Обыкновенный поползень. Полевой жаворонок. Утка. Кряква. И кулик. Сорока. Экологические группы птиц. Распределение птиц по экологическим группам. В экологические группы по местам обитания объединяют птиц, обладающих наиболее характерными приспособлениями, адаптациями к жизни в определенных условиях, в лесу, на открытых пространствах, водоемах, их побережьях, болотах. При этом принимается во внимание не только строение, но и поведение. Представители разных экологических групп, выделенных по местам обитания. Черный стриж, озерная чайка, серая неясыть. Экологические группы птиц выделяются по типу питания. Растительноядные, в том числе зерноядные, насекомоядные, хищные, всеядные, падалиеды. Существует своеобразная группа птиц, добывающих корм в воздухе. В нее входят ласточки и стрижи. Они почти всю жизнь проводят в воздухе, с утра до вечера добывая насекомых. У них длинные, серповидные, загнутые крылья. Клюв небольшой, а разрез рта огромный. Углы рта заходят за глаза. Широко раскрытым ртом они ловят летающих насекомых. При этом размеры ротовой воронки увеличивают щетинки, расположенные по углам рта. В хорошую сухую погоду насекомые поднимаются высоко над землей, а когда влажность воздуха повышается, крылья насекомых намокают. Они летают низко над землей. Ласточки и стрижи следуют за ними, поэтому по высоте полета ласточек и стрижей предсказывают приближение дождя. На снимке вы видите ласточки. Косатка, городская и береговая. Часто экологические группы птиц определяют по местам. Гнездование. Кроногнездовые, то есть на кронах делают свои гнезда. Кустарниковые, гнезда в кустарниках. Наземно гнездящиеся, понятно, гнезда на земле. Дупло, гнездники и норники. Понятно, что каждое слово говорит само за себя. Нередко в одну и ту же экологическую группу попадают птицы разных, иногда далеких друг от друга систематических групп, так как систематика строится на основе генетической близости, степени родства, общности, происхождения. Так, в группу экологических птиц входят хищные совы, дневные хищники и даже сорокопуты, относящиеся к пищим птицам. Все они обладают общими признаками. У них крупные сильные ноги, вооруженные острыми когтями. Крючкообразно загнутый клюв. Представитель хищников на фотографии кречет. Орлан. Обратите внимание на клюв и на пальцы ног. Пустельга. То же самое. Хищница. Сокол. В зависимости от характера пищи у птиц по-разному развиты клювы и конечности. Так, у насекомоядных синиц, пищух, корольков, пеночек, только заостренные клювы, позволяющие доставать насекомых из расщелин коры, схватывать их с листьев, доставать из чешуек шишек. Острые коготки и длинные пальцы позволяют этим птицам удерживаться на ветках. Лесные зерноядные и насекомоядные птицы. Обыкновенный дубонос, клёст, еловик, желторотый королёк, мухоловка-пеструшка и пеночка-весничка. Всем знаком яркий, большой, пестрый дятел. У него прочный долотообразный клюв. Им дятел раздалбливает повреждённую личинками насекомых древесину, находит личинок, нанизывает их на кончик длинного, тонкого и жёсткого языка и поедает. В зимнее время дятел питается семенами хвойных растений. Помещает шишку в расщелину ствола, так называемую кузницу, точными ударами разбивает чешуи и достаёт семена. Обработав таким образом шишку, дятел приносит новую. При долблении древесины и обработке шишек, дятел прочно держится за кору. У него длинные тонкие пальцы, вооружённые острыми когтями. Два пальца направлены вперёд, два назад. Сидя на стволе дерева, дятел опирается на него жёсткими, упругими перьями хвоста. Крупные лесные птицы, рябчики, тетерева, глухари много времени проводят на земле. Сильными ногами, вооружёнными крупными когтями, они разгребают лесную подстилку, собирают семена растений, насекомых, дождевых червей. Сильными клювами, скусывают почки, молодые побеги деревьев и кустарников. Питаются сочными ягодами черники, голубики, брусники. Типичным для лесных птиц обликом обладает сорока и ястребчетеревятник. Сравнительно короткие закруглённые крылья и длинный хвост. Эти птицы прекрасно лавируют среди лесных деревьев, обладают вёртким полётом. Однако, в связи с использованием различной пищи, ноги и клювы у них развиты по-разному. Ястреб – хищник, его добычей служат разные мелкие птицы. Сильными ногами, вооружёнными мощными когтями, ястреб схватывает жертву, загнутым хищным клювом расчленяет её. У сороки небольшой конусообразный клюв, который помогает ей питаться разнообразной пищей, то есть быть всеядной, собирать с земли плоды и семена, схватывать насекомых червей и даже поймать небольшую мышь. Ястребчетеревятник и сорока. Птицы открытых пространств обитают в лугах, степях, пустынях. Много времени они проводят на земле, разыскивая корм среди растений. У них сильные ноги и длинная шея, позволяющая обнаружить врага на большом расстоянии. Один из типичных представителей степных районов нашей страны – дрофа. Это крупная птица массой 15-16 килограммов. Питается в основном растительной пищей. Обладая покровительственной окраской, она часто затаивается среди растительности, становясь совсем незаметной. Гнездо устраивает на земле, в участках целинной степи. Птенцы выводкового типа. В связи с распашкой целинных степей численность дрофы резко сократилась. Она включена в Красную книгу России. Типичными птицами открытых пространств являются и нелетающие страусы. На больших болотах, лугах и в степях живут журавли. Это крупные грациозные птицы с длинными ногами, шеей, клювом. Питаются в основном растительной пищей, молодыми побегами, корневищами, плодами. Гнездо устраивают на земле, вкладке одно-два яйца. После вылупления птенцы, обсохнув, начинают бродить вместе с родителями и питаться самостоятельно. Осенью объединяются в стаи и улетают на зимовку. Летящий характерным клином стаи журавлей – признак осени. Многие виды стали редкими, нуждаются в охране, включены в Красную книгу. Два яйца журавля. Журавля-то сразу ходят и питаются самостоятельно. Журавлин и клин – признак осени. Водоплавающие птицы хорошо плавают, многие ныряют. У них уплощенное лодкообразное тело, перепонки на лапах, а ноги сдвинуты далеко назад. По земле передвигаются неуклюже, переваливаясь утиной походкой. Оперение густое, обладающее водоотталкивающими свойствами. Намоканию перьев препятствует выделению копчиковой железы, которыми птицы тщательно смазывают оперение. Представители водоплавающих птиц – утки, гуси и лебеди. На рисунке представлены чомга, серый гусь и краснозобая казарка. Типичная водоплавающая птица – утка-кряква, питающаяся на мелководье. По краям ее уплощенного клюва находятся роговые зубчики. При неполном смыкании челюстей через решеточку, образованную зубчиками, утки процеживают воду, оставляя во рту пищу, рачков, личинок насекомых, мелких рыбок, вегетативные части растений. Питается кряква на небольшой глубине. Иногда, опустив голову в воду, переворачиваясь, выставляет из воды заднюю часть тела. Она собирается одна и отсаживает пищу. Кряквы устраивают гнезда на земле среди растений. Выстилкой для гнезда служат собственные пуховые перья, выщипанные из груди и брюха. Вкладки от 8 до 14 яиц. Птенцы выводкового типа. Последние годы кряквы стали типичными обитателями городских прудов. Кроме речных уток, к которым относится кряква, на территории России встречаются нырковые утки, гуси, лебеди. Все они перелетные. С наступлением холодов и замерзанием водоемов, они крупными стаями мигрируют на юг, где у теплых водоемов богатых пищей проводят зиму, а весной возвращаются в районы гнездования. Среди водоплавающих много объектов охоты – гуси, утки. Обитающая на берегу северных морей утка Гага имеет прекрасный пух, который используют для изготовления экспедиционной одежды полярников. На фотографии утка кряква. Утка кряква ищет на дне пищу. Птенцы выводкового типа Нырковая утка Дикие гуси И лебеди Птицы побережьей, водоемов и болот обладают многими общими чертами строения. У них длинные ноги тонкие и шея, большой клюв. На топких местах их тело, высоко поднятое над землей, не намокает. Питаются лягушками, рыбой, насекомыми, червями, моллюсками. Передвигаясь по болотам и береговым отмелям, они клювом, как пинцетом, схватывают добычу. Таковы аисты, цапли, кулики. Одни гнездятся на берегах, недалеко от воды, другие устраивают гнезда на деревьях. Аисты издавна живут рядом с человеком. Люди заботятся о них, устраивают помосты для гнезд. Морские птицы, кайры, тупики, чайки, образуют птичьи базары на обрывистых утесах. Они подолгу парят над морской поверхностью, высматривая и схватывая рыбу. Современные птицы делятся на три группы. Пингвины распространены в южном полушарии, от тропиков до Антарктиды. Страусовые обитают в степях и саваннах Южной Америки, Африки и Австралии. И типичные птицы, населяющие весь земной шар. Существуют разные экологические группы птиц, выделяемые по местам обитания, способам питания и другим. Представители каждой группы, обитая в одних и тех же условиях, имеют сходные черты строения, образ жизни и поведения, хотя относятся к разным семействам и отрядам. Удачи вам, дорогие мои! Всего доброго и до свидания! Субтитры создавал DimaTorzok